Доброе утро, страна! Мы рады поездить вас в новом, финальном, девятом часу нашей утренней передачи Утро Лайф. Друзья мои, год новый, а рубрика все та же, любимая. Физорядочка с Айсалхэн. С добрым утром. Ну вот эта концовка, конечно, чуть-чуть такая, ну вот, традиции старые, воодушевление не почувствовала. Не, не, может за мной скажу, любимая рубрика, физорядка с Айсалхэн. Напросилась. Окей, давайте начнем, конечно, с Капалабхати, дыхание очень хорошее, но если мы прорабатывали ноздри, сейчас попробуем сделать чуть-чуть по-другому, потому что многие зрители тоже спрашивали, вот как деткам научить, да, чтобы было нам столько эффективно, потому что сейчас период ангины, ОРВИ, ринит и всякое такое. Поэтому, то есть, чтобы проработать гортань и улучшить работу объема легких, то мы делаем с таким звуком Ха. Ну, как раз, наверное, ведущий тоже знакомый с этим упражнением, потому что она как раз прорабатывает тоже и хорошо диксую. Работают гортань и мышцы. Выдох, делаем такой звук Ха, сдаем Ха, Ха, сокращаем мышцы живота. Когда же смеемся, она же пресс качается, и здесь наподобие такого же. Только попробуем сделать всего лишь семь, потому что будет чуть-чуть горло перешить. Потом перейдем на звук Ха. Попробуем. Переходим на Ха. Пока ведущие делают, я объясню, что на Ха мы прорабатываем больше к лопаточной зоне грудной отдел. Легкий раскрывается назад. Попробуйте, чтобы вас слышно было. как будет мороз да 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 живот помогает именно когда многие не могут понять от как надо включить живот я ноздрями дышу не могу понять как включить живот через позицию ха-ха мы прорабатываем так же вот здесь уже как бы пресс да пошел только внутренние органы начали работать они проснулись начали интенсивно работать и потом подключаем ноздри и работа идет опять же уже живот привык работать мышцы рецепторы уже включились и ноздри уже сами по себе будет уже включены да поехали попробуем всего 10 раз ноздрями хороший выдаст задерживаем дыхание вдох а вот в период беременности мы это же дыхание учим чуть по-другому то есть если мы левой рукой заберемся за живот ну попробуйте для практики до правой рукой чуть вверх грудной отдел и мы должны наоборот здесь теперь не включать живот а включить больше грудной отдел то есть поверхностно дышать дыханием собачкой да мы называем пробуем пробуем больше грудной отдел так поверхностно то есть это очень хорошо экономит то есть мы дышим тем воздух который уже есть у нас легких якобы перестопы перегоняем как насос туда-сюда вверх-вниз это очень экономично то есть период вот перехода вот поток а мы дышим вот таким образом забери меня шка но если это научить и деткам то есть они будут уже работать в полном объеме то есть легкий будет включать поверхностно полном назад вперед ну там даже очень даже интересно так проработаем теперь плечевой отдел просто поднимаем плечи дышим наполняя воздух нижего тоже вот солнечное сплетение выдох убираем сверху вниз наполняем себя как сосуд вовнутрь еще выше 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 хорошо работаем бросайте свою утреннюю рутину и присоединяйтесь а почему монет легка сложно начать но легко закончить это было больше в стиле отверстия правую ногу поднимаем вверх и опять же да то есть мы попробуем чуть-чуть развернуть ножку как бы коленкой в сторону и поднимать вверх если это делать у стены то есть таз должен быть ровно до позиции и колено уходить даже на вверх и как бы чуть в сторону то есть мы слегка поднимаем и разворачиваем в бок принципе легко но очень хорошая работа тазобедренного сустава я бы не сказала что легко напрягается мышцы напрягается на опорной ноге там работает из топа ягодичные мышцы хорошо меняем ножку чуть бог коленкой в сторону подъем тоже чуть колено мы уводим назад да вот хорошо но при этом таз смотрит вперед есть мы не разворачиваемся да вы чуть-чуть развернулись по диагонали вот тогда у нас очень хорошая работа это хорошая подготовка к такое хорошему движению ротация должна пойти поехали движение хорошо попробуем вовнутрь если тяжело можно отпускать обратно поднимать или удерживаться до от стены или стол стул до поехали левая нога понаблюдайте на какой ноге у вас опора лучше у меня на правой явно у меня нет у меня наоборот но стараемся сделать так что было до равномерная нагрузка что направо что на левую ножку поэтому дело направо и налево хотя есть реабилитологи которые вот в период сколиоза до в позиции то есть у кого есть сколиоз мы делаем на одну сторону чуть больше чем на другую а потом опровергает то есть нам очень много таких моментов пятки вовнутрь пальцы ног снаружи но ноги еще больше раздвигаем насколько возможно и уходим вниз пятки поднимаем вверх и слегка поднимаемся но не выпрямляем до конца коленей обратно спускаемся вниз пятки поднимаем и обратно поднимаемся вверх так азерет мне кажется вы можете даже шире сделать нож шире пятки ножки нет нет вот сюда конечно вы здесь она дашь ножки раздвинуть шире да еще чуть-чуть смотрите когда колени сгибаем они должны быть на линии пяток вот теперь да теперь симпатично поехали вниз пятки поднимаем хорошо пускаем и сами поднимаемся но не выпрямляем до конца ноги обратно спускаемся поднимаем пятки и обратно вверх не до конца выпрямляя колени азерет будете подниматься вверх хорошо вниз самое главное это настроение до замечает под хорошим настроением с хорошей музыкой можно сделать все что угодно и теперь поехали остаемся внизу чтобы таз был на линии колен колени на линии пятки поднимаем правую пятку левую пятку правую под левую давай зре отлично еще супер плечи назад таз вперед колени назад еще чуть-чуть хорошо остаемся выталкиваем грудной отдел вперед хорошо отпускаемся на локоть и вытягиваемся в бок грудь вверх таз ниже саж хорошо меняем тут стать давайте давайте чуть-чуть осталось хорошо отпускаемся и с этой позиции мягко вверх мягко вниз 4 пружинки поехали 5 4 3 2 1 обманула на поднимаемся вверх хорошо как ваши как ваши ноги можно чуть-чуть слегка проработать непривычно было конечно раздвигать ноги опускаемся вниз на колени на колено давайте проработаем хорошо теперь а вытягиваем правой ногу левая колено согнуто традиционно не будем нагружать эту позицию будем уходить чуть по грудной отдел вверх то есть мы начинаем прорабатывать так чтобы ваша правая нога была продолжением вашей правой руки и в бок хорошо теперь наоборот колено сгибается теперь правой ноги и разворачиваемся налево хорошо меняем вытягиваемся удлиняем дыхание работаем направо налево старайтесь оттолкнуться от вашей правой ноги вытолкнуть грудной отдел вверх тянитесь больше рукой заряд вытягивать руку выпрямляйте меняем и еще отлично мне вот эта позиция больше нравится хорошо еще 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 отлично меняем ногу так есть колено на линии таза ногу вытягиваем можно слегка чуть-чуть развернуть да и опять же стараемся максимально вытянутся так чтобы тянуться от ребер и бог хорошо и обратно сгибаем ножку если сложно да можно как саша до поступить на коленка положить пить я уже опыт но это усложняет момент тем что смотрите саша когда тянется то есть вы уже дотянуться до полос уже тяжело да если в этот момент вам сложно у его так учить то есть нагрузка на спину до идет то вы можете вот так сделать или вот так то здесь и досудово сложно выталкиваю грудь вот грудь хорошо и меняем хорошо дыре давайте толкайте грудную одежду меняем супер мне нравится теперь опускаемся вперед а ноги вытягиваем в сторону есть контакт есть так но желательно чтобы пятки смотрели вперед пальцы ног вверх есть такая позиция да хорошо и колени смотрят вверх под колено сухожилие тянется уже уже хорошо тянется но если вам сложно уйти вперед мы делаем это движение вот так в принципе да то есть вроде мы ничего не делаем кажется что мы просто сидим а вытягивая грудной отдел плечи опуская вниз тянем максимально чуток как бы таз вперед раскрывая если все хорошо да и потом мы вводим руки вперед мне кажется саша это может вариант сделать а злит вы оставайтесь пока вот в той позиции на во хорошо и тебе залить и вместо того чтобы округлять спинку наоборот попробуйте вытолкнуть грудной отдел слегка так слегка слегка хорошо да есть и совсем тяжкой колено сустав нагружается можем сделать вот так коленки согнуть и вытолкнуть грудной отдел наша задача сейчас тазобедренный сустав и спина вытягиваем грудной отдел а если все хорошо мы можем уйти конечно максимально вниз но вот здесь ошибочно думать что это ноги не дают на самом деле это спина спина это сути на короткие мышцы спины которые удерживать здесь не дают именно вытянуться остальным связкам поэтому на самом деле вот открытие для меня вот эта позиция это спина удивительно потому что среди если вы уходите вперед вы округляете спинку вы нагружаете его и вот нежели поэтому я даю возможность вытянуться именно спине я думала 10 барреля нет смотрите вытягивайте руки да и вот 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 наша задача и по-любому когда мы спинку вытягиваем ноги тянутся поэтому мы тянем ноги пытаемся уйти в шпагат для чего чтобы вытянуть короткие мышцы спины и вообще в целом все укороченные мышцы чтобы проработать и дать возможность не только кровотоку до пойти ну и удлиниться вот вот такой вот такое вот открытие да теперь попробуйте вот в этой позиции уйти и сразу почувствуете выталкивайте грудной отдел хорошо еще азерет колени согнуть я не знаю какая у вас ассоциация с этой позой вытягиваем грудь вперед даже если есть просто не говори просто молчите они написали книги об этом хорошо попробуем уйти чуть-чуть в бок смотрите вот в этом развороте да да одну ножку можете сгибать да чтобы спина не нагружалась такого особенно проблем со спиной мы чуть-чуть просто разворачиваемся вот хорошо и слегка смотрите разворачиваемся помогаем рукой дотягиваемся либо до бедра либо до голени да и выталкиваем грудь вперед и вбок да только ногу согдите да да и тогда легче меняем попробуйте и в развороте да 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 хорошо но носок вверх да супер и старайтесь больше не облокачиваться на вашу правую руку а они от него наоборот отталкиваться ну такой сложный скрут конечно так уводим ноги вперед если все хорошо попробуем сделать вот такую вариацию опять же это нога да если нет проблем с коленкой если есть стараемся не сильно беречь да то есть когда у нас какая-то травма мы перестаем вообще нагружать эту часть нашего тела и изолируем изоляция это полностью ну его уже нет этого органа поэтому потихонечку включаете все равно больно попробуйте сделать вот такую вариацию вот эту вариацию потом потихонечку конечно старайтесь уйти вот в эту позу старайтесь включать свое тело все равно в какую-то нагрузку да ныряем вперед насколько возможно то есть для нас вот в этот момент вообще по идее лучше воспользоваться ремнями да уйти в наклон но если все хорошо попробуем здесь вот сюда просто это финальное упражнение поменяйте ногу и опять же если вы думаете что это колено таз ягодицы на самом деле опять же да вытягивают эту зону мы освобождаем поясницу тоже наклоняемся слегка насколько возможно но стараемся здесь наклон не уйти как бы вокруг вас а вытолкнуть грудной отдел и как бы живот приблизить к вашим пяткам нет не нагружаемся просто вот здесь берем и все вытягиваем грудь вперед вот и все есть мне кажется хорошо и теперь ноги вот давайте переведем вот в эту позу можем попрощаться с нашими зрителями только не забудьте сделать на правую на левую сторону тоже то есть если у меня правая нога сверху пятка вперед моя правая пятка на левой коленке почти это не поза лотоса нет абсолютно это поза огниста бахасана огниста бахасана смотрите вот вот чуть-чуть пяточку вперед и вот выше ногу поставьте коленки ближе коленки это получается лучше чем у меня раскрытие тазобедренного сустава то есть вот что говорят да вот я сижу в бабочке почему я не сижу в шпагате да то есть это совсем другие связки и мышцы как вы у нас сегодня знаете зарядка открытий поменяйте ногу попрощаемся с зрителями как вы назвали эту позу огниста бахасана ну и кого то это пахаста для нас это поза плова знаменит ловг уж и не исключительно в такой позе Engineering вот представляете если азерет кушает плов то в такой позе они вообще не будет проблем с тазобедренным суставом и тем более там замены этого сустава а тазобедренный сустав то есть подвижный тазобедренный сустав разгружает и поясницу колено тоже соответственно значит и шею поэтому занимайтесь тазобедренным суставом все связано вкратце занимаетесь йогой пилатесом и кушайте плов сработала айсалкин амамбекова шнуряева рядом со мной и так двигаемся дальше